Музыка Запах войны, он не проходит никогда. Вот я мальчишкой был под Винницей, между Одессой и Винницей в оккупации 4 года. Я помню, как немцы, а там 180 километров от Одессы, это Кодема, 180 километров от Одессы, и они начали удирать на громадных чешских машинах. Так вот, у ворот на корлате так голову положил и сказал, тю, вот ты не выноси, как мускали немцем посрать, и накидал их. Ой, накидал их. Ой, накидал их. Это была великая русская оценка, украинская оценка того события, которое было. Это у меня сохранилось на всю жизнь. И вообще все, что связано с войной, мне было 7 лет. Осталось на всю жизнь. И когда мне говорят, а, теперь я понимаю, чего ты всю жизнь играешь, половину ролей военных. Я говорю, да, именно поэтому. Это действительно так, я счастлив. Мы собрались сюда для того, чтобы рассказать о том движении, которое два года назад зародилось в нашей стране. Называется оно «Бессмертный полк». Это замечательное движение в Томске после всех официозных проходов техники военной, самолетов на главной площади, военных, суворовцев, нахимовцев и проходили. Вдруг появилась небольшая группа людей разного возраста, которые несли с собой портреты своих дедов, отцов, сестер, братьев. Это было неожиданно. И вот мне говорили, что тишина наступила после этих шумных проходов. Наступила грандиозная тишина совершенно. И вот тогда зарождалась эта замечательная операция, это движение, которое уже за эти два дня более 200 городов посетило. Москва присоединяется, присоединился в этом году. И 9 мая мы понесем портреты своих отцов, дедов, матерей, сестер, братьев на Поклонной горе. На Поклонной горе я понесу два портрета моих родных. Это украинцы из села Стрымба, Кодымского района Одесской области. Это между Винницей и Одессой, 180 километров от Одессы. Я понесу Гафуни Ивановну портрет моей мамы и Семена Петровича Лунового, мой отец. И с этими портретами я отдам должное этому великому движению. Отдам должное... Сегодня день космонавтики, праздник космонавтики, дорогие друзья. Это замечательно, что вот все это происходит в такие грандиозно памятные для любого русского человека. Я имею в виду вообще не просто россиянина, но и украинца, и казаха, и любых, которые составляли в СССР, что эти праздники так для нас дороги, и надо их обязательно внедрять в сознание наших детей. Я украинец, я родом из села Стрымба Кодымского района Одесской области. Мои родители там жили и занимались землепашеством, занимались сельским хозяйством и все это. Но, вы знаете, вот последний месяц то, что происходит и творится на Украине, я не могу оторваться от телевизора, я не могу, меня это кровно волнует. И не только меня. Есть еще здесь один киевлянин, где он? А где Слава? Слава. Вы, Слава? Слава пошел фотографировать. Ага, понятно, ясно. Да, но он тоже из Киева, и вот сидит здесь, значит, Тоня, Антонина, и каждый вечер, откуда бы мы ни пришли, я, например, на ночь всегда включаю телевизор и хочу узнать, что там происходит, что творится. Это какая-то боль, которая, очевидно, знаете, по законам первобытного общества в меня попадает. И это мне трудно объяснить, но я вспоминаю мгновенно отца и мать, и во мне это цепляет самые дорогие струны. Поэтому то, что киевляне некоторые, не только киевляне, я скажу, что некоторые и москали, Тэш, из Питера особенно некоторые, достаточно культурно известные достаточно, они тоже не согласны с тем, что предлагает движение «Бессмертный полк». Они не согласны. Но это естественно. Я думаю, что и во Львове есть люди, которые не согласны с тем, что творится бандеровцами на Украине. Есть, и это нормально, и это правильно. Поэтому меня двигает только одно – любовь к родине моей, Украине. Понимаете, это двигает меня, любовь, и слава Богу, что это есть. А потом я уже достаточно пожилой. Говорят, в пожилом возрасте люди начинают обращаться мыслями своими к тому месту, откуда они вышли. Вот у меня это стопроцентно происходит. Я уже очень пожилой, мне недавно 80 стукнуло, понимаете, это не шутки. Это достаточно солидный возраст. Но у меня не выходит это из памяти, и меня очень волнует, что делается на нашей реднесенькой Украине. Вот и все недолгавис, и все непростые. Культура однокорневая, понимаете? Так что это все нормальные вещи. Спасибо. Я получил много писем, некоторые звонки были из Львова. Шо ж ты робишь поганить? Я говорю, а вы шо робите, хлопцы? Шо вы наломали? Шо вы там? Там ничего не наломали. Я говорю, минуточка, минуточка, минуточка. Вы швыряли жидкость Молотова? Да, цебуло. Я говорю, вы стреляли одновременно и по тем, и по другим провокационно? Да, и цебуло. И дальше я произнес фразу, которую я не могу здесь произнести, но я их послал по определенному адресу. А есть масса писем, а есть масса писем и звонков, в том числе и из Львова, которые говорили спасибо вам, Василий Семенович. Что вы не остались прохладны, хладнокровны к нашему несчастью и защищаете всячески вот это своим движением. Я испытал самое большое потрясение, когда узнал, что лет 10 назад начали на Украине переводить на украинский язык Николая Васильевича Гоголя. Переводить. Дело в том, что он никогда не писал на украинском языке, хотя бы прекрасно знал оттуда родом и всю культуру внутренней он именно эту. И когда Александр Первый и его окружение, ближайшее окружение, самое весомое, как-то прищучили Николая Васильевича где-то в кафе, пригласили, закрыли дверь, я с большим удовольствием читал об этом и сказали, ну, что ж ты когда, что ж ты, а они все были украинцы, что ж ты на украинский не переходишь, сколько уже можно, это же твой родной язык. Николай Васильевич долго уходил от ответа, сопротивлялся, а потом сказал, ну, я пишу на русском языке, потому что русский язык имеет много наречий. Приволжское, Московское, Сибирское какое-то, Северное, это очень достаточно различные наречии, украинское наречие, ну, зачем же мне писать на наречии, когда я владею языком самим? Ответ был Николай Васильевич, за что очень прогневался вот в глазах тех, которые составляли окружение ближайшее Александра Первого. Но мне об этом было, потому что я в театр Воктангов пришел, меня тоже очень упрекал Рубой Николаевич Симонов. Он говорит, Вася, у вас украинская мелодика речи, а театр Воктангов – это не Украина. Вы год-два послушаете, как у нас говорят наши замечательные актеры. А потом будем... Я расстроился, потому что я год в театре, полтора, мне не дают ни одной роли, только играю в массовке, а в кино уже у меня были большие роли, и Павка Корчагина, и отец от зрелости. Я прихожу к маме, я говорю, маму, дуже вас прошу, размовляйте за мной только на русской мове, бо мне в театре кажут, что у меня из каждой дюрки украиноиды выползают. Ну, дуже вас прошу. Мама подумала и сказала, нехай привыкают. И самое поразительное, вот то, что она продолжала говорить, сохранила мне язык украинский, и когда через год-полтора я начал озвучивать великую отечественную и Кармена, 20 серий, это не шутки, 20 серий, ни один русич мне не бросил упрек в том, что я не на чистом русском языке говорю. Это была большая языковая победа. Спасибо. Спасибо, Василий Семенович. Василий Семенович, капитан первого ранга Маслов, в отставке, председатель Севастопольского союза литературы. Но первое, я хочу сказать, что то движение, которое вы возглавили, на 65-летие победы в 2005 году, наша литеранская разведка, вас не волнует. Наша литеранская организация, разведчики Черемовского флота, впервые в Севастополе вышли с подобными портретами, чуть больше, и мы вручили эти портреты детям и даже внукам, которые шли на 65-летие. Портретов было немного, 12, но среди этих портретов были два героя Советского Союза, герои Советского Союза, которые погибли во время войны, и начальник разведки во время войны, генерал-наюрд Магаласа. И с 65-летия, каждый год мы это дело продолжаем. Но хотел бы сказать еще от ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, которая в нашем Севастопольском союзе ветеранов находится, большую благодарность вам за тот образ, который вы создали в фильме «Офицеры». И весь вся хаборта выполняет свой профессиональный долг. Но в фильме, так говорится, есть такая профессия – Родину защищать. Спасибо вам за это. Спасибо вам большое тоже. Дорогие друзья, я хочу от нашей московской организации ветеранам севастопольским руководителю вот такую благодарственную грамоту дать, которую подписал, между прочим, маршал Советского Союза Язов Дмитрий Дмитриевич. И младшел в гинематографии Луновой Василий Семенович. И Василий Луновой. Спасибо. Я думаю, что мы в любом случае будем обязательно встречаться в Севастополе. Я с большим удовольствием после фестиваля в Ортеге сюда привожу всю свою актерскую банду, которая там, значит, мы. И не дадут соврать, что мы выступали во дворце офицеров. Часто, часто, вот последние 2-3 года, когда-то не получилось. Но это и впредь должно продолжаться. Спасибо. Спасибо. Благ, здоровья. Хочу два слова сказать. Спасибо вам, что вы посетили наш город, город Севастополь, что вы вспомнили нас, участников боевых действий, Великой Отечественной войне. Мы никогда не забываем их. Что вы приехали именно в то время, когда мы празднуем присоединение к России и обещаем вам работать в вопросах военно-патриотического воспитания. Управляю. Спасибо. Искons 보고 состояние. Здоровья. Все новички. Я все-вот поручил и любого лица. Хармоны �уда. Святи 2-5 duty. Делайте беру победу. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ